Пионеры авиации Контрадмиралом Александром Ажайским создан в 1882 году самолет, который смог оторваться от земли с человеком на борту. Это был первый в мире полет управляемого аппарата, снабженный механической тягой и основанной на аэродинамическом принципе летания. Вот таким образом Россия стала родиной первого в мире самолета, имевшего все основные части, которыми представлен современный самолет. Это фюзеляж, крыло, оперение, шасси, силовая установка и управление. При испытании самолет оторвался от земли, но из-за громоздкой силовой установки накренился и повредил крыло. Александру Ажайскому до конца жизни так и не удалось усовершенствовать свой самолет. К пионерам авиации истории относят русского механика, заслуженного профессора Московского университета Николая Жуковского, разработавшего теоретические основы аэродинамики и теории полета. В конце 19-го и в начале 20-го столетия в разных странах были подприняты многочисленные попытки создания самолета по уже имевшимся техническим данным и характеристикам. Такие самолеты стали легко управляться и были устойчивы в полете. Заслуга американцев братьев Райт заключалась в том, что на экспериментальном самолете они были первыми, кто мог управлять таким полетом в воздухе. Крупнейшим фундаментальным достижением братьев Райт было открытие ими трех осей вращения самолета, что позволило пилотам эффективно управлять самолетом и поддерживать его равновесие во время полета. Пионером авиации называют Сантос Дюмона, который разработал, построил и испытал первоуправляемый воздушный шар. При этом он стал первым человеком, который доказал, что возможны контролируемые полеты. Полет вокруг Эйфелевой башни 19 октября 1901 года сделало его одним из самых известных людей мира начала 20 века. Кроме того, Сантос Дюмон совершил первый в Европе публичный полет на аэроплане в Париже 23 октября 1906 года. Его самолет был первым взлетевшим, летевшим и приземлившимся аппаратом. Он был тяжелее воздуха. Он не использовал катапульты, сильный ветер, рельсы для запуска или другие внешние приспособления и погодные факторы. В 1909 году фирма братья Ваузер по заказу автомобильного гонщика Андре Формана строит ему несколько аэропланов, где впервые для крена применяются элероны. В это же время несколько монопланов создает богатый фабрикант Луи Блерио. В 1911 году русский инженер Гакель демонстрирует гидросамолет. А в 1912 году появляются аэропланы 23-летнего конструктора Игоря Сикорского. В весну 1913 года появляются четырехтонные русский Витязь Сикорского. В салоне этого аэроплана свободы размещались. Диван, четыре стула, столик, умывальник, гардероб. В носовой части фюзеляжа находился открытый балкон. Он совершил 53 удачных полета. После него Сикорский построил четырехмоторный самолет под названием «Илья Муромец», который положил начало развитию тяжелой авиации и использовался в военных действиях. С 1914 года начался тот период жизни авиации, который способствует совершенствованию и развитию авиации. Он продолжается до сих пор и характеризуется борьбой за улучшение летных характеристик самолета, увеличение скорости полета, грузоподъемности, дальности и продолжительности, улучшение комфортабельности. Но об этом поговорим при следующих наших встречах. Всего хорошего вам и вашим близким. До новых встреч!